Здравствуйте! С вами информационная программа, в которой наши журналисты расскажут об итогах первой недели октября. Смотрите в выпуске. Под девизом «Безопасность граждан» Всероссийский форум контрольных органов в этом году проходит в Рязани. Для участия в нем приехал заместитель министра эконом-развития Российской Федерации Алексей Херсонцев. Статс-секретарь в рамках визитации ним также работал в Рязанских МФЦ. Всероссийский форум контрольных органов проходит в Рязани 6-7 октября. Форум дает возможность для выработки и внедрения новых подходов взаимодействия, обмена практическим опытом с коллегами из разных регионов страны. Подчеркнул прибывший в регион заместитель министра эконом-развития Российской Федерации Алексей Херсонцев. В этом году мероприятие проходит под девизом «Безопасность граждан». «Безопасность граждан, свобода бизнеса» – так звучит главный девиз Всероссийского форума контрольных органов. И эти тезисы, по сути, две стороны одной медали. Понятно, что время сейчас непростое, поддержка бизнесу нужна как никогда. В стране уже введен мораторий на комплексные проверки, но просто взять и отменить весь контроль и надзор, конечно же, невозможно. Безопасность товаров и услуг в приоритете и необходимо все-таки искать тонкий баланс соблюдения паритета. Об этом в том числе говорил Павел Малков на пленарном заседании форума. В Рязанской области этот баланс соблюден четко. Жалоб на действия контролеров здесь сейчас нет. Еще и потому, что решение федерального правительства автоматически продлить сроки действия лицензии в регионе восприняли с оптимизмом. Например, на всех распространен мораторий на проверки. Крупный, малый бизнес, IT-компания. Все эти требования в Рязанской области соблюдаются очень жестко. Жалоб на действия контролеров у нас сейчас не поступает вообще. Что касается разрешительной действий, тоже считаем здесь очень важным решение правительства про автоматическое продление сроков действия лицензии, других документов, их упрощенное получение, переоформление. Вот эта мера затронула у нас уже больше 120 видов разрешений, в том числе сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля, услуги, связи и многое другое. Благодаря этому у нас в регионе продлины порядка 500 разрешений лицензий уже сейчас. Но мы посчитали, вот в обороте в бизнесе осталось около 20 миллионов рублей только за счет вот этой меры. Хотя вот не только экономия по прямым финансовым затратам на полученные лицензии, но это еще экономия времени и многих других ресурсов на переоформление, сокращение тех самых транзакционных издержек, но самое повышение эффективности скрытой, которая у нас есть. На форум в Рязани собралось более 400 представителей законодательной и исполнительной власти, экспертного бизнес-сообщества из 68 регионов России. И практически все они сегодня поддерживают реформу контрольно-надзорной деятельности, первый этап которой Минэкономразвитие запустило еще в 2020-м. Все мы вместе сформулировали целый пакет предложений о том, как дальше повысить эффективность работы контролеров с тем, чтобы обязательные требования в нашей стране выполнялись, чтобы деятельность предпринимателей была безопасной, но при этом, чтобы мы как государство создавали для них как можно меньше проблем. Это не просто контрольно-надзорная деятельность, да? Это широкий спектр изменения новых подходов к государственному управлению, в той ситуации, в которой мы сегодня. Нам нужен технологический прорыв, нам нужна реальная поддержка, она же действительно реальная поддержка бизнесу. Собрать лучшие практики повышения эффективности контроля и внедрить их в регионы одна из задач второго этапа реформы. Ну и, конечно, вопросы, что называется, смест, тоже имеют значение. Законодательство – это живой механизм, который должен совершенствоваться, и мы не можем принимать федеральные законы, не слыша мнения с места. Конечно, за два дня обсудили все необходимые аспекты, которые необходимо учесть, в том числе в рамках второго этапа реформы контрольно-надзорной деятельности. Уже выработав те решения, которые будут поддержаны на земле, мы уже в этом направлении будем принимать необходимые поправки, рассматривать их в Государственной Думе. Первый этап реформы завершен и признан успешным, как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Решение сократить плановые проверки компаний, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, это только подтверждает. В рамках своего визита в Рязань Алексей Херсонцев также посетил флагманский МФЦ на территории города. Обычной экскурсией дело не ограничилось. Прошлись по залам, выслушали предложения сотрудников о развитии. Валерий Седов продолжит. Ирина Риэлтор. В центральный офис МФЦ, что на улице Коширина, приходит регулярно. Нравится здесь обслуживание. Вот и сейчас для рядовой услуги регистрации иностранных граждан выбрала именно этот МФЦ. И говорит, не прогадала. Обслуживание вообще шикарное. Вот в этот офис я хожу постоянно, потому что здесь, во-первых, нет таких очередей, где вот бывает приходишь и очереди. Здесь обслуживание вообще шикарное. Персонал вообще замечательный. Вот честно, хочу отметить, потому что очень уважительные. Сразу вот меня посадили за три окошка. Девять человек я регистрировала. То есть все быстро, аккуратно. В пятницу посетителей много, однако очередей незаметно. Граждан вызывают оперативно, обслуживаются они сразу в каждом свободном окне. Мало кто знает, но сеть многофункциональных центров «Мои документы» в России разработал именно Павел Малков, губернатор Рязанской области. Сегодня он посетил флагманский центр вместе с коллегой Алексеем Херсонцевым. Статс-секретарем, заместителем министра экономического развития страны. Хвалиться достигнутым не стали. Глава региона всегда говорил, что работать надо на результат. Поэтому помимо уже достигнутых показателей обсудили и вопросы развития. По итогам посещения МФЦ прошло совещание. Обсудили два главных вопроса – деятельность центра и планы развития. Хотя вопросов к его работе сегодня минимум. Нет очередей коллектив центра слажен и опытен, но и ему есть в чем прибавлять. Ключевая задача центров «Мои документы» – это такое обслуживание нашего населения, наших клиентов, чтобы мы руководствовались принципами клиентоцентричности, как сейчас принято говорить, чтобы все было быстро, эффективно, удобно. Ну и, конечно, только слаженная команда, команда, которая сама ориентирована на эти принципы, может также обслуживать своих клиентов, нас с вами граждан при предоставлении государственных услуг. Другой вопрос – развитие. В настоящее время в МФЦ региона входит 29 территориальных отделов, 146 территориально обособленных структурных подразделений, которые оказывают больше 380 видов услуг. Но и действующую систему надо развивать, считает Павел Малков. Проговорили все направления от формы, того, что нужно дальше обустраивать офисы, делать прилегающую территорию комфортно, открывать новые офисы и до содержания, до расширения количества услуг, которые здесь оказываются, и внедрения новых сервисов. Мы говорили, например, о том, что должны в МФЦ оказываться все социальные услуги, которые сейчас иногда оказываются в других органах власти. Или, например, обсудили, как должна развиваться процедура выдачи документов. Наша задача в том числе – перейти на круглосуточную процедуру выдачи, что можно было прийти в любое удобное время и получить уже результаты оказанной услуги. Теперь задача – все пункты структурировать, чтобы действовать по четко намеченному плану. По фактам проведут еще несколько совещаний. И тогда новшества появятся для удобства граждан. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Теперь о насущном. Ремонт водопровода по Касимовскому шоссе обещают завершить к 14 октября. Напомню, рязанцы пожаловались в соцсетях на невыносимые пробки в районе Кольнова по вечерам, якобы из-за работ по укладке труб. Этот вопрос дошел и до губернатора. В нашем сюжете есть исчерпывающий ответ на него. Длинный щебеночный путь вдоль Касимовского шоссе с каждым днем все длиннее. Сотрудники ГУРВодоканала меняют участок водовода диаметром в 600 мм и длиной в 350 мм. Но для автомобилистов пока что трасса сужена, пусть и незначительно. От этого, дескать, масштабные дорожные пробки и заторы. Вот в таком ключе рязанцы пожаловались губернатору. Но глава администрации Елена Сорокина на правительстве все разъяснила. Для того, чтобы насколько возможно минимизировать дискомфорт для жителей, приняли решение работать 12-часовой день. В три смены работать нельзя, потому что в этом месте проходит большое количество коммуникаций. И если наша техника заденет какую-то из коммуникаций, сроки ремонта придется продлить. Для того, чтобы по прямой обеспечить как можно более беспрепятственный проезд, увеличили сигнал светофора на 20 секунд. Для завершения работ необходимо еще примерно 12-14 дней, включая восстановление благоустройства. Впрочем, непосредственно на месте эти сроки даже сократили. Работы идут бойко. Ремонтники, можно сказать, вышли на финишную прямую. Обустройство выполнено уже на две трети. Из 350 метров участка водовода осталось заменить всего 120. Сейчас основная задача освободить проезжую часть, потому что в часы пика образуются значительные затруднения в движении. На сегодняшний день для того, чтобы немножко разгрузить этот участок, изменен режим работы светофоров. Работы по проезжей части, связанные как раз с заменой под полотном дороги, должны завершиться до 14-го числа. Окончательно же этот участок дороги приведут в соответствии к 1 ноября. Времени на этого подрядчика будет предостаточно. А пока что восстановление привычного рязанцам режима движения – задача номер один. Важный праздник отмечали 5 октября – День учителя. В областной филармонии накануне награждали лучших в профессии. Поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником и губернатор Павел Малков. Он отметил, что в регионе трудится много заслуженных педагогов, имеющих почетные звания и государственные награды. Быть учителем – это не только призвание, но и особая миссия. Об этом говорил с трибуны губернатор Павел Малков. В области около 120 учителей сегодня города носит звание «Заслуженный учитель России». Но еще сотни успешно представляют регион на всероссийских конкурсах. Следующий год в России объявлен президентом годом педагога и наставника. И Рязанская область войдет в него со значительным улучшением образовательной инфраструктуры. Недавно, например, у нас современная школа открылась в селе Просечье Александровневского района. До конца этого года введем эксплуатацию школы в Кальном. В следующем году учебный корпус Лесоэкономийской школы-интерната в Шарском районе. Также в следующем году мы завершим долгострой, откроем нашу гимназию номер 2 в центре, в Рязани. И много-много других подобных проектов. У нас вот к этому учебному году было капитально отремонтировано 19 зданий. А еще в регионе на базе школ появилось около 150 новых точек роста. Здесь школьники осваивают цифровые и гуманитарные программы. Такую же интерактивную методику применяет на своих уроках и учитель английского из Спас-Кризанского Марина Булаева. Она продолжатель династии и точно знает, что означает фраза «призвание учитель». Я родилась и выросла в учительской семье. Мои родители являются учителями. И вся моя жизнь с детских лет была связана со школой. И всю свою взрослую жизнь я тоже посвятила себя вот именно этой профессии. Для меня это общение с детьми. Это желание, большое желание научить их чему-то новому. И в своей практике я использую различные методы активизации работы детей на уроке. Это интерактивные методы, методы дистанционного обучения. Награды за свой труд сегодня получали десятки педагогов. И три из них получили звание почетного работника сферы образования. Это учитель Корневской средней школы Надежда Осташкина, учитель Мамоновской школы в Пронском районе Надежды Киселева и учитель школы номер 4 в Скопине Людмила Строчкова. С 6 по 8 октября в Рязанской области проходит межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». В год культурного наследия мероприятия фестиваля направлены на сохранение культурных традиций всех народов и этнических общностей России, на продвижение книги, чтения национальных литератур и языков. С сегодняшнего дня книг в библиотеке имени Горького стало больше в разы. И теперь, чтобы ознакомиться с художественной или исторической литературой, не нужно проходить в читальные залы. Книги ждут читателей уже в холле. Так стартует традиционный межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» с книжной выставки-ярмарки ведущих издательств России. Его цели и основные задачи очень созвучны тематическому году. Они направлены на формирование и создание единого культурного пространства страны, поддержку и продвижение чтения и книги, продвижение национальных литератур и языков, формирование положительного образа человека читающего. Фестиваль зародился в далеком 95-м. Тогда выставка-ярмарка прошла впервые и называлась «Издано в Рязани». С 2004 года выставка стала называться «Рязанская книга». За это время прошло 10 таких. А в 2011 выставка переросла в межрегиональный фестиваль под названием «Региональная книга России». И в те годы участие приняли больше 50 издательств и издающих организаций из 14 регионов Центрального федерального округа. Мы бережно сохраняем эти традиции, сохраняем их в продолжающемся уже с 1995 года фестивале, тогда книжной выставке-ярмарке, изданной в Рязани. Мы помним имена организаторов этого фестиваля и тогда выставки-ярмарки. И очень рады тому, что сегодняшнее поколение библиотекарей, издателей, организаторов продолжает это святое важное дело по сохранению нашей отечественной литературы, издательского дела и предлагает новые книги, новые проекты современным читателям. Сегодня издательств уже 70 из Тулы, Саратова, Мордовии, Татарстана, Республики Коми. Но особое место занимают работы издательства Донецкой Народной Республики. Они презентуют книги местных авторов «Мариуполь», «Право на правду» и другие. И на подведении итогов конкурса «Книга года», а в списке заявки от 182 изданий от 63 российских издательств, включая ДНР, книга «Большое открытие страны огня» стала победителем в номинации «Сохранение исторической памяти». Победитель начал свою торжественную речь со слов «Здравствуйте, друзья», но, словно осекся, сказал иначе. «Здравствуйте, дорогие наши соотечественники». На 8 лет, 8 долгих лет ждали этого момента. Мы не просто ждали, мы работали, мы заявляли о себе. Мы читали, мы писали, мы издавали, мы привозили. Мы дождались этого. И мы это делаем для того, чтобы поколение, которое идет за нами, осталось в них правда, вера, история, которую мы не предаем. И делаем мы это потому, что до вас никогда никто не ставит и не поставит на колени. В рамках фестиваля можно будет встретиться с писателем Леонидом Юзефовичем, поэтом Максимом Лаврентьевым, с писателем Иосифом Линдером. В дни фестиваля известный молодой режиссер, актер, сценарист Илья Северов проведет мастер-класс. Кроме того, посетители фестиваля смогут пообщаться и с рязанскими писателями и поэтами Ольгой Сидоровой, Людмилой Анисаровой, Татьяной Бочаровой, Александром Трушиным, Александром Потаповым, Татьяной Салекиной. Расписание мероприятий есть на сайте Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Еще одно культурное событие. Совместный выставочный проект художника Маргариты Будылевой и скульптора Раисы Лысениной в художественном музее. Оба автора фигуры значимые и весомые в мире современного искусства. О как их творчество оказалось взаимодополняющим, расскажем далее. Феномен женского искусства, так ярко заявивший о себе в 20 веке, провозгласил особый взгляд на мир творчества. Взгляд яркий и таинственный, как сама женщина. Не просто добиться признания в жестком, если не жестоком мужском мире, признание, которое зависит от индивидуальных особенностей личности и творческого темперамента мастера, далось авторам этой выставки не случайно. За их плечами десятилетия активной творческой жизни. Казалось бы, художники разных творческих специальностей, скульптора Раиса Лысенина, живописец и график Маргариты Будылева, но тем не менее в едином пространстве залов художественного музея выставка, которую мы назвали «Созвучие», действительно очень гармонично звучит. Тем не менее они несут какой-то вот единый такой, единый культурный код, скажем так, народного искусства, фольклора, каких-то религиозных тем, ну и прежде всего сказки и вот этого волшебного какого-то ощущения искусства женского прежде всего. Тема веры, тема духовности, она звучит здесь именно в таком народном воплощении, часто языческом. Но это не случайно, это опять же вот стихи женской души. Живопись Маргариты Будылевой запомнится каждому, кто хоть однажды увидит работы художника. Ощущение сказки, волшебства оставляет след в каждой душе. Раиса Алексеевна Лысенина – известный скульптор, работает в области станковой, монументальной и мемориальной скульптуры. Я очень люблю Маргариту Будылеву, потому что, вы как видите, у нее удивительная живопись. И действительно, вот у меня еще как бы вот это созвучие, это действительно правда. Я нашла в ней свое что-то родное, а она во мне. И вот одна работа вообще, такое чувство, что как будто я делаю ее только для работы Маргариты Левкоевны. Вот на пути к солнцу. То есть вот эта вертикаль, которая тянется к солнцу с золотом, да? А у нее нет золота. Но они все светятся золотом, понимаете? На выставке представлено более полусотни живописных и около 30 произведений скульптуры. Калейдоскоп образов, техник, настроений созвучен в интересе авторов к темам сказки, театра, фольклора и религии, воплощаемых в народной языческой трактовке. Мы сами удивились, насколько созвучны оказались скульптуры Лысениной, выполненные в разных материалах. Это и камень, и дерево, и металл, и эмаль. То есть она сочетает, казалось бы, несочетаемые природные материалы и получаются удивительные волшебные вещи. И вот тут мир фэнтези, который дает нам живописец Маргарита Будылева, он очень созвучен. Хотя в работе Будылева мы видим классическую технику живописи и, в сущности, реалистические образы. Но они действительно наполнены таким особым чувством прекрасного, чувством радости жизни, волшебства, загадки, что я считаю, что объединить этих авторов просто было необходимо. Конечно, объединение двух художников в одном зале – это скорее веяние времени. Но то, каким образом представлено творчество в пространстве – искусство музейщиков. И рязанцам в этом смысле невероятно повезло. Это все благодаря сотрудникам музея, потому что они творцы произведений наших уже другой апостаси, экспозиции. Это очень профессиональная группа. Во-первых, уже молодежь, у них есть смена. Это большое дело. И девочки очень хорошо прочувствовали пространство, прочувствовали мои работы в пространстве. И ряд золотых работ Маргариты Левкоин. В любом случае, посещение этой экспозиции не просто погружает в сказку «Мир волшебства», но и помогает обнаружить внутри себя тонкую, полузабытую связь с истоками, с корнями. Любая выставка звучит о красоте. Да, и красота – это то, что приподнимает человека в любом случае, должна приподнимать и должна служить добру. Выставка работает с 6 октября по 27 ноября. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Выставка продажи икра и рыба Камчатская обеспечивает клиентов самым свежим продуктом. И никакой многонедельной транспортировки или длительного хранения, только свежее. В этом убедились многие рязанцы. Чем можно порадовать себя в дождливую, серую, осеннюю погоду? Ну, конечно же, вкусной и полезной красной рыбкой. Витамины и микроэлементы осенью для организма жизненно важны. В морской рыбе их в избытке. На прилавках паутус, нерка и гордость продаж – самый крупный вид тихоокеанских лососей – чавыча. Паутус и чавычу. А почему именно это? Ну, потому что уже брали вкусное витамин Д, в первую очередь, а во вторую вкусно. Вкусно же, не правда ли? Я ее влючь и вычу. Вот все, соленую, ну, копченую, и икру взяла. В основном из-за вкуса, конечно. Она мне нравится. Я каждый раз в первый день прихожу. Я им благодарна. Также на выставке продажи икра и рыба Камчатской есть другой камчатский деликатес. Это икра. Состав натуральный, как уверяют продавцы, только соль и сама икра. Она богата витаминами А, Д и Е. А также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустел. Все время беру, покупала. Пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим. Поэтому на завтраке мы все едим икру. Бутерброд с икрой. Ну, я вроде думаю, может, для пользы дело. Может, йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные, любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер». Рядом с центральным входом. Она будет работать до 8 октября включительно. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» ждет вас. Напомню, что партнером программы является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 3 по 8 октября. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова